Вперед наука и молодежь! Государственный совет Крымской Республики отметил заслуги студентов крымских вузов и молодых ученых благодарственными грамотами. Таким образом, наряду с выплатами стипендий и грантов в госсовете поощряют многообещающие проекты, которые, по мнению депутатов, актуальны и могут ответить на многие вызовы дня сегодняшнего, как на полуострове, так и во всей стране в целом. Благодарственными грамотами отметили заслуги студентов и молодых ученых в Государственном Совете Республики. Работы внимательно изучают и оценивают, для того, чтобы понять, какие из них действительно заслуживают внимания, участия и поддержки со стороны власти. Мы очень внимательно знакомились с работами, если речь вести о премиях, о грантах Государственного Совета. Многие из исследований, темы их настолько подобраны удачно, что они отвечают не то, что современному году, даже современному часу, потому что некоторые из них направлены на энергосбережение. Есть работы в области сельского хозяйства, ориентированные на выращивание сельхозкультур в условиях водного дефицита и так далее, и так далее. Виктория Осильская – одна из стипендиатов по решению Государственного Совета. Признается такая высокая оценка труда и внимания. Конечно же, во многом дает серьезный стимул. Безусловно, это событие очень большой важности для моей семьи в первую очередь, потому что мной гордятся родители. И, конечно же, это заслуга не только моих родителей, это заслуга всех преподавателей в университете, которые приложили множество усилий к тому, чтобы обеспечить необходимые знания и получать необходимую специальность, обучаясь на факультете биологии и химии. За это я им очень благодарна. Ну и, конечно, здесь имеет большое значение непосредственно мой труд, все эти часы, которые я провела в лаборатории, исследуя некоторые химические вещества. А вот студент Александр Кордюков занимается научной работой в одном из самых актуальных для полуострова на сегодняшний день направления. У нас была техническая номинация. Занимаемся мы господорбинными двигателями. А что это? Это двигатели, которые в данный момент широко используются на газогенераторных установках по добыче электроэнергии. То есть очень актуально для нас в Крыму на данный момент. Ну и, конечно же, напутственные слова крымского спикера, которому по опыту известно, что все к человеку приходит только с упорным трудом. Упорный труд, иногда беспросветный, иногда будет казаться, что этого не будет никогда, что никогда успех не пройдет. Но обязательно это наступает, если ты не предал свое дело, не предал свою идею. И, так сказать, обязательно нет таких случаев, чтобы это было. Просто одному это приходит быстрее, одному чуть больше по времени. В высшем законодательном органе Крымского полуострова и дальше намерены поддерживать и поощрять работы, подающих надежды молодых ученых. В конечном итоге делая ставку на то, что именно они прославят республику в будущем. Егор Петрунин, Евгений Стариков, Служба новостей ТВ.